Видит, что Господь говорит ей, думая, что он страж сада, спрашивает, не знает ли где Христос положен? Иисус говорит ей, Мария, чего ты плачешь, чего ищешь? Перестань плакать, приняв радость. Где радость, исчезли мрачные слезы. Где радость, убегает потупленная скорбь. Где радость, нет печали. Где радость, знаки веселья. Я, Сын Девы. Я, Иисус, победитель ада. Я, победитель мира. Я, опустошитель ада. Я, Иисус, благовестивший мертвым надежду воскресения. Я, добровольно претерпевший крест за спасение мира. Я, Иисус, тридневно воскресший из мертвых, как предсказал, и произнесший вам, радуйся. Небо и земля приедут, слова мои не приедут. Я, Иисус, одеватель крещаемых. Обо мне Павел возглашал. Те, кто во Христа крестились, во Христа облетелись. Я, Иисус, невестоводитель просвещенных. Я, Иисус, жених церкви. Я, Иисус, податель мира и веселья. Перестаньте плакать и оденьтесь в радость. Перестаньте сетовать и благовестите апостолам. Это день, в который я удалил со всякого лица слезу. Это день победы над смертью и жизни для находившихся в аде. Это день, в который я, первородный, воскрес из мертвых и поставил миру радость. Это день, в который Петру и остальным апостолам я объявляю через вас Евангелие моего воскресения. И, пойдя, скажите ученикам моим и Петру, яково стал из мертвых, и вот предваряет вас в Галилее. Там его узрите. Видишь, милосердие владыки, он не назвал по имени ни одного из апостолов, кроме Петра. Почему, Господи, ты назвал только его имя? Почему? Слушай, потому, почему я назвал только его по имени? Потому что остальные не сказали. «Если нам нужно будет умереть с тобою, мы не отречемся от тебя». А он сказал и отрекся от меня трижды. Но, раскаившись, горько плакал. Должно быть, он боится подойти к лицу моему, думая, что не отпущен грех. Вследствие этого я сказал и Петру, чтобы не колеблясь, шел с остальными моими учениками. И увидит меня. Скажите Петру, чтобы он нисколько не робел. Я не умолил тебя пред сонмом апостольским. Хотя и Иоанна я люблю. И поручил ему, как непорочному, свою матерь при кресте. Однако и тебе я дал ключи Царства Небесного. Ты нисколько не робей прийти ко мне. «Что свяжешь на земле, то будет связан на небе». Не бойся, Петр. Я не отстранил тебя от предстательства, а председательства между соучениками твоими. Что я тебе обещал, исполню. На твоей вере твердой, как камень, я создам церковь твою. И врата ада не овладеют ею. Ты будешь пастырем овец. Ты будешь пасти моих акцев. Ты станешь направо от меня, как военачальник. Не бойся, что ты отрекся от меня. Я видел твои слезы и отпустил твой грех. Было бы хорошо и Иуде, предавшему меня, если бы он не удавился и покаялся. Я Бог кающихся. Для того я и сошел на землю, чтобы даровать миру покаяние. Мытарям и блудницам я так много простил грехов. И тебе ли не прощу одного? Я люблю кающихся. Вспомни, что я плакал об Иуде и не желал его погибели. Ему было бы хорошо, если бы, когда бросил сребреники в храме, не удавился и покаялся. Но так как он остался без покаяния, за это мучится вечно. А ты не бойся. Я видел твои слезы и отпустил тебе грех. Давиду, совершившему два нечестия, прелюбодейство и убийство. Я простил и возвел в прежний чин пророчества. И тебе ли не прощу одного греха, покинувшему все, что приобрел? Петр, это я сказал. Радость будет на небе едином, грешнике кающимся. Это я сказал. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Хорошо было бы Иудеем, если бы обратился ко мне и не удавился. Не погубил бы самого себя. И его грех я пригвоздил бы ко Кресту. Он сам пред собой был виновен. Я даже не проклял его. Скорее, подобно остальным, и его умыл ноги. И ему уделил от хлеба и чаши. Ни в чем бы его не обвинил. Если бы как-нибудь он пришел к покаянию. Но не пожелал он прийти к сознанию своего греха. А ты покаялся. Не бойся прийти ко мне на глаза со учениками твоими. Настолько тебя я не умолил. Что даже тень твоя в состоянии стрелять больных. И посмотри на человеколюбие Божие. Через этих жен он благовестит ученикам. И особенно обесчещенный. Через прислушание Евы пол ведет к чести и благим надеждам. Вы видели, какой чести удостоились жены за свое усердие. Будем подражать им в ревности и мы, мужи и жены. И по силе почтим день воскресения. Как они оставались всю ночь до времени воскресения. И мы останемся не с миром и ароматами чувственными. Но с благоуханием благих дел и лучшей жизни. С напряженной молитвою. С исповеданием грехов. Как они получили в награду за терпение то, что раньше всех остальных удостоились видеть его после воскресения. Удержать ноги и поклониться. Так возможно и каждому из нас, если пожелаем, удержать не только ноги, но и всего его, то есть Христа, только если наперед очистим мысль от всякого житейского помысла, смыв грязь грехов, слезами, милостыню. В тот особенно час, когда подходим со страхом и трепетом к ужасной трапезе, приблизимся к божественным тайнам, отогнав от своей мысли всякое волнение и смущение. И в мире со всеми. Подходя, пусть никто не имеет внутри себя порочных помыслов, ни коварства против ближнего своего. Пусть не подходит ни порочный, ни блудник, ни ругатель, ни братоненавистник, ни сребролюбец, ни прелюбодей, ни пьяница, ни корыстолюбец, ни мужеложник, ни завистник, ни вор, ни злоумышленник, чтобы не получить для себя осуждения. Призываю всех вас показать себе многую любовь, многое благоговение, многое сокрушение, чтобы и вам понести для себя щедрую награду и быть в состоянии не только ноги удержать и руки, но и голову для наслаждения теми страшными и несказанными тайнами. Только если с чистой совестью будем участвовать в непорочных тайнах, и не здесь только будем жить в чистоте, но и в тот день будем в состоянии увидеть Его, идущим в неизреченной той славе и сонном ангельским, если пожелаем быть кроткими и братолюбивыми. И не только увидим Его, но и сделаемся храмом Его, как сказал Господь, селюсь в них и буду в них обитать. И не только услышим от Него, радуйтесь, как Он сказал женам, но даже слова удостоящиеся Царства. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте им готовное вам Царствие от создания мира». Да будет, чтобы мы все удостоились этих слов, благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава держала ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.